Привет! Сегодня на территории творчества я предлагаю тебе нарисовать вот этот красивый пейзаж в бирюзовых тонах. Как я тебе ранее говорила, чтобы его сделать, тебе понадобится либо гуашь, либо акрил. Я использовала акрил, потому что он ярче и смотрится очень интересно. Еще в этой работе очень важный контраст, то есть если свет падает на дома, они у нас чисто белые, ярко-белые, а небо у нас утрированное и темное. За счет вот этих переходов темный и светлый цвет у нас получается работа очень-очень яркая и контрастная. Так, теперь цвета. Я брала вот этот синий цвет и бирюзовый цвет. Это два основных цвета, которые тебе понадобятся сегодня в работе. А также охра и белый цвет. Почему? Потому что наша вот эта береговая линия, наш песочек, он у нас состоит такой цвет охра, но при этом у нас очень светлый, поэтому мы добавляем туда белого цвета. Еще здесь у нас такой отлив, поэтому береговая линия, она у нас немножко смывается. В общем, я тебе сейчас все буду показывать и рассказывать, и ты все поймешь. Давай простым карандашом мы отмерим наши границы. Если тебе удобно, если у тебя есть вот эта клейкая лента, вот такой скотч бумажный, да, нанеси его на бумагу и заклей бумагу. Почему? Потому что, когда ты нарисуешь, будешь его снимать, тебе получится очень красивая рамка, будет очень красиво. Так, я отмерила, у меня примерно работа 15 ширина на 18 квадрат. Здесь он смотрится очень красиво. Если ты будешь рисовать на обычном формате А4, ты ее удлиняешь, потеряется шарм работы, получается, если квадрат, то все прям ок. Так, поехали. Смотри, я отмерила, теперь линия горизонта чуть ниже. Вот здесь у нас где-то на линии горизонта у нас были стоят дома, а здесь у нас море, ну а здесь у нас трава. Ну, в принципе, все дома. Дома у нас, они вот плавно уходят туда, далеко, далеко вдаль. И еще очень важное правило. Если ты нарисуешь дома побольшие, соответственно, ты, ну, как бы притянешь их ближе к себе. Они у нас должны быть далеко. Поэтому делай их меньше. Ну, в принципе, и все. Теперь небо. Небо делаем ярко-ярко-синим. Темно-синим. Я буду использовать и гуашь, и я буду использовать и акрил. Так, сделали небо, пусть оно сохнет. Я, наверное, сюда его еще нанесу. Еще очень важно, мы белый цвет, белую краску на палитру, сразу положи. Ох, раз белым. Прям вот побольше белого цвета. Немного заходи. Почему? Потому что вода уходит и уже просвечивается песок. Так, есть теперь. Можно взять лимонный и обычную, обычный зеленый, это окись. Есть. А теперь начнем делать красиво все остальное. Помню, что первая сторона, она у нас светлая, вторая сторона у нас темная. Значит, первую мы рисуем белым, вторую мы рисуем серым. Серый – это синий с коричневым. Так, теперь крыши. Одна крыша у нас ярко-оранжевая, вторая сделаем такой изумрудную. Смотри, я возьму зеленый и просто высмешаю с белым. Надалеке они уже будут у нас темными. Так, есть дома. Теперь смотри, что нужно сделать. Теперь нужно немножко сделать потемнее. Что сделаю? Я возьму зеленый, темно-зеленый. Вот эту часть сделаю темнее. Вот где-то вот возле домов тоже я потемнее сделаю. И добавлю второй цвет, добавлю оранжевого цвета. Он даст объем, чтобы у нас плоскость не была такой печально ровной. Не забывай еще про желтый. Желтый можно смешать с белым цветом. Получается красивый лимонный цвет. Есть. Что еще следует здесь добавить? Тонкой-тонкой кисточкой мы добавим жизнь, цвет антенны. Делаешь и белым, смотри. А потом добавляешь немного черного и у тебя получается объем. Немножко затемнить. Смотри, темно-зеленый можно даже взять черным. Вот тут просто подчеркнуть вот эту береговую линию. А здесь у нас камни. Для этого берем красно-коричневый. Если у тебя нет красно-коричневого, просто добавь коричневый цвет к красно-коричневому. Здесь камни. Но я бы здесь, знаешь, сделала воду немножко поярче. Можно взять синий цвет и вот отсюда синим. А то она как будто ушла уже. Смотри, сделала, вымыла кисточку, вытерла ее и немножко опять прошлась. У нас осталась вода. И белым, вот у меня остался белым цветом, еще вот здесь вот белым. А теперь камни. Что я сделаю? Я возьму также черный цвет и коричневый цвет. Чтобы камню у тебя не был оттенок очень интересный, у меня есть вот такой вот фиолетовый цвет, видишь? Этим фиолетовым цветом я его сюда добавлю. Вот, глянь, как хорошо выходит. А осталось только детальки. Посмотри, как интересно, красиво получилась работа. А у тебя она получится еще лучше. Дорогой друг, рисуй, фантазируй и удачи тебе! Встретимся в следующих выпусках программы «Территория творчества». Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова